Привет, друзья! С вами на Ньюсейдер Александр Кушнарь. У путинского союзника-миллиардера Олега Дерипаски сотрудники ФБР провели обыски и изъяли вещи. На прошлой неделе я прогнозировал, что Виктория Нулан привезла в Москву отнюдь не рождественские подарки, а ультиматум. В случае продолжения хулиганства будут введены новые санкции против Кремля. На этот раз против его олигархов не прошло и недели, как наш прогноз начал осуществляться в режиме реального времени. Сегодня я расскажу, что происходит, какое значение это имеет для Дерипаски и какие последствия ждут Кремль. Во вторник, 19 октября, в Вашингтоне и Нью-Йорке сотрудники ФБР провели обыски в домах, связанных с семьей Олега Дерипаски, который с 2018 года находится под американскими санкциями. Новость мгновенно облетела СМИ. Представитель олигарха подтвердила факт обысков, а корреспондент NBC Лора Стриклер опубликовала фотографии, сделанные возле дома родственников Дерипаски. На них видно, что у входа в здание находится несколько человек в куртках с надписью ФБР. Сразу после начала процедуры сотрудники спецслужб ограничили доступ к зданию и занесли внутрь профессиональные осветительные приборы. Процедура продлилась 10 часов, с утра и до вечера. На место прибыли в том числе журналисты прокремлевского издания РИА Новости. По его данным, после завершения обысков правоохранители изъяли у хозяев жилья ряд предметов. В 20.40 по местному времени около полутора десятков агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в служебные внедорожники, они покинули особняк. РИА Новости обратилась к агентам с просьбой разъяснить причину обысков, однако те ответили отказом. То ли потому, что в принципе не готовы были говорить с прессой, то ли потому, что не доверяют именно путинскому изданию. О том, что ФБР иззяло некоторые вещи из дома семьи Дерипаски на Манхэттене, подтверждает и BBC. Сейчас все рассуждают о том, с чем связаны обыски. Здесь надо иметь в виду следующее. Дерипаска один из ближайших союзников Путина, а может даже и наоборот Путин является союзником Дерипаски. Состояние последнего оценивается почти в 17 миллиардов долларов. О степени солидарности обоих фигурантов свидетельствует тот факт, что в июне на полях петербургского форума Дерипаска открыто заявил, что у Путина, мол, карт-бланш в России еще как минимум до 2030 года. Проще говоря, олигарх поддержал неопределенно долгое правление российского автократа, который годом ранее ради своего вечного пребывания у власти обнулил Конституцию. Разумеется, речь идет о симбиозе. Дерипаска, как и любой другой околокремлевский олигарх, использует путинский режим для собственного обогащения. А режим, в свою очередь, периодически пользуется финансовыми средствами таких олигархов, как Дерипаска, для агрессивных операций за рубежом с целью укрепления своего режима на международной арене. Российские оппозиционеры в свое время в расследованиях рассказывали о финансовом и, соответственно, политическом влиянии Дерипаски на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, а еще раньше на ныне покойного зампреда российского правительства Сергея Приходько. Как уже говорилось, в 2018 США внесли персонально Олега Дерипаску и его коммерческую структуру в санкционный список за участие во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Американские власти официально обвинили Дерипаску в сотрудничестве с Путиным и соучастии во враждебной деятельности против Соединенных Штатов. В 2019-м олигарху удалось добиться исключения из санкционного списка своих компаний при президенте Дональде Трампе. Это произошло за счет буквально нескольких голосов республиканцев в Сенате. Русал Дерипаски вкладывался в алюминиевый завод в штате Кентукки и влиятельный сенатор Митч МакКоннелл от этого штата как раз и голосовал за отмену санкций, будучи спикером Верхней Палаты Конгресса. Понятное дело, что бизнес Дерипаски в Кентукки это рабочие места для штата, а значит и голоса избирателей для МакКоннелла. Более того, даже сам миллиардер подтвердил сотрудничество с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. В то время как последний сам был посажен в тюрьму по делу о мошенничестве и выпущен только благодаря тому, что его помиловал сам Трамп перед уходом с президентской должности. Сам Дерипаск остается под ограничениями. Ему запрещен въезд США, а его личные активы там заморожены. На момент записи этого видео об официальных причинах следственных мероприятий в отношении Дерипаски ничего не известно, а ФБР обещает рассказать обо всем в самое ближайшее время. Не исключено, что вы будете смотреть это видео как раз тогда, когда власти США приоткроют завесу тайны. А пока расскажем, что есть несколько основных версий. Это нарушение санкций Дерипаской, либо его участие во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Совершенно не исключено и то, что одновременно оба этих обстоятельства привели к атаке против путинского миллиардера в США. Санкционной версией придерживается представитель Дерипаски Лариса Беляева. Она сказала, что обыски были проведены как раз на основании двух судебных ордеров, связанных именно с американскими санкциями. В свою очередь, NBC допускает, что Дерипаску могут преследовать за то, что в 2016 году он через того самого советника Трампа Пола Манафорта пытался от имени Кремля повлиять на исход американских президентских выборов. О тесных связях обоих фигурантов американский телеканал рассказывал еще в 2017 году. По данным NBC, полученные на Кипре документы показали, что в разгар избирательной кампании в США структуру Манафорта получили от фирмы Дерипаски кредит размером порядка нескольких десятков миллионов долларов. По сути, речь шла о простой передаче суммы. Займ не был обеспечен залогом и не имел даты погашения. То есть, фактически выглядел как прикрытие оплаты за некую услугу. Какую именно, в общем-то, выяснила позже комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Она установила, что Манафорт после получения должности главы избирательного штаба Трампа предлагал Дерипаске инсайдерскую информацию о настроениях избирателей США, которая была доступна только сотрудникам предвыборной кампании. Куда затем должна была пойти эта тайная информация, совершенно очевидно. Разумеется, напрямую российским спецслужбам. Ведь зачем Дерипаске, в общем-то, эта информация? Американский журналист Саймон Шустер рассказал настоящему времени, что дело против Дерипаски, а именно вот эти обыски, которые у него прошли, может быть связано с целым рядом обстоятельств. Среди них, во-первых, инвестиции компании Русал в США. Во-вторых, наняты Дерипаской лоббисты, добивающиеся смягчения санкций в США. В-третьих, возможные связи с членами Конгресса, которые тоже так или иначе поддержали попытки Дерипаски снять введенные против его компании ограничения. То есть это как раз то, о чем мы говорили выше. В конце концов, ведь не просто так, я еще раз говорю, Макону и другие республиканские сенаторы сначала ввели санкции против фирмы Дерипаски, а потом почему-то сняли их и даже наоборот разрешили его структуре инвестировать 200 миллионов долларов в штате Кентукки. Тогда случился скандал. Оппоненты сенатора Маконула задались вопросами, а почему штат Кентукки и особенно сам Маконул из этого штата дал разрешение, при этом ранее поспособствовал снятию санкций со структуры Дерипаски Русала. В то же время, как я уже говорил, санкции США против самого Дерипаски продолжили действовать и часть вот этих мер как раз таки запрещают участвовать Дерипаски в управлении Русалом. Это формально. Ну а фактически, как сообщили в 2020 году европейские чиновники, Дерипаска продолжал вмешиваться в деятельности Русала и после того, как, собственно, против него ввели санкции. По словам этих европейских источников, Дерипаска, цитирую, использовала ресурсы компании и ее сотрудников для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру. Источники рассказали агентству Bloomberg, что Дерипаска давал указания руководителям Русала и группы ИН+, давить на правительство США и Великобритании, а также международные структуры, чтобы помешать проникновению на зарубежные рынки алюминия из Китая, с которым конкурирует производство Дерипаски. Сообщили европейцы о том, что миллиардер лично курировал медиакомпанию по подрыву репутации Китая в африканской Гвинеи, которая является важным поставщиком руды для Русала. Всю эту информацию европейские источники отправили в США в тот период, когда у власти находилась администрация Трампа, при котором санкции как раз и были сняты. Теперь, когда у власти Байден, к этой информации могло бы возникнуть куда более пристальное внимание. И вполне возможно, что нынешние обыски это как раз результат вот этого самого внимания. В общем, все перечисленное может быть тем самым капканом, в который угодил Дерипаска. В конечном итоге, как полагает тот же Шустер, речь может идти о показательной акции. Американские правоохранители демонстрируют, что готовы увеличивать давление на агентов российского режима, дабы помешать этому режиму влиять на американскую политическую систему. Журналист подчеркивает, хотя Белый дом и лично Байден, конечно же, не заказывали, да и не могли заказывать преследование Дерипаски напрямую, не исключено все же, что здесь не обошлось без политического момента. Эксперт полагает, что расследование против Дерипаски имеет отношение к общей концепции Байдена, который еще на этапе предвыборной гонки обещал дать отпор российскому влиянию на американскую политику. Угрожает ли лично Дерипаске прямо сейчас что-либо? Ему, конечно, стоит опасаться появляться на американской территории, но не только там. Власти США известны своим искусством добиваться экстрадиции нарушителей с территории третьих стран. Так что, по большому счету, единственное место, где Дерипаска может ощущать себя в безопасности, это Россия, а отнюдь не тот же Кипр, паспорт которого имеет Дерипаска. Однако угроза быть арестованным это только полбеды. Вторая беда для Дерипаски это угроза для тех самых его 17 миллиардов долларов, которые он, понятное дело, держит отнюдь не в любимой им Российской Федерации. Следует вспомнить и о том, что обыски у Дерипаски произошли как раз вскоре после того, как стало известно о подготовке большого санкционного пакета в США, черного списка из 35 россиян, среди которых и Олег Дерипаска. Вероятность принятия этого списка очень высока, поскольку проект включен в оборонный бюджет США, который в обязательном порядке принимается ежегодно. В случае, если закон вступит в силу, Байден получит в свое собственное распоряжение возможность без всяких консультаций с кем-либо наносить санкционный удар по любому из фигурантов списка. Таким образом, действия ФБР могут означать, что Вашингтон подсылает мощный сигнал Кремлю. Черный список, мол, начинает действовать еще до его официального утверждения Байдена. О том, что для самого Дерипаски обыски в его домах, точнее в домах его родственников, оказались крайне неприятным сюрпризом, свидетельствует изобилие матерных слов в его комментарии, которые он выпустил по этому поводу. В Кремле беспокойство из-за готовящегося черного списка высказывали еще месяц назад. Тогда в парламенте России грозили администрации США асимметричным ответом, а представитель МИД России Мария Захарова обвинила Конгресс в непрофессионализме, сославшись на якобы отсутствие связи олигархов из черного списка с Кремлем. Спрашивается, если эти лица не связаны с Кремлем, то почему ситуацию комментирует в своей обычной хамской манере именно пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Отметился тогда и Песков, который в отдельном интервью заявил, что все дело ему в нелюбви конгрессменов к России и тем самым в очередной раз отождествил путинских олигархов с ограбленной ими страной. Сегодня, комментируя ситуацию с Дерипаской, Песков подчеркнул, что российские власти будут защищать российских граждан за рубежом. Вот только какие граждан? И снова выясняется, что Кремль подходит к этому вопросу с двойными стандартами. Почему-то, когда задержали ту же российскую гражданку Софию Сапегу в Беларуси, Кремль не ударил палец о палец, чтобы вызволить ее. Теперь Кремлю стоит задуматься о том, не является ли атака на Дерипаску прелюдией полномасштабной войны против золотого путинского триллиона в целом. Нулан, визиту которой мы посвятили столько времени на прошлой неделе, явно приезжала не просто так, как я уже неоднократно подчеркивал, каждый контакт администрации Байдена с Кремлем, с российским руководством заканчивается новыми мерами против российского режима. Первый звонок Байдену Путину закончился введением нового серьезного пакета санкций, которые оставляют Россию, в том числе и без космических и авиационных технологий. Второй звонок Байдена Путину привел к тому, что американцы так или иначе добились устранения из сети самой опасной российской кибергруппировки, осуществлявшей атаки на западные компании. Ну и за встречей в Женеве последовал тот факт, что Нижняя Палата Конгресса уже одобрила три санкционных пакета в проекте бюджета Пентагона на следующий год. Наконец, вскоре после выезда Виктории Нуланд из Москвы последовал уже совершенно беспрецедентный шаг. Обыски у одного из крупнейших путинских олигархов в США, Олега Дерипаски. И тот факт, что провели его именно сотрудники ФБР, говорит о том, что уровень расследования наивысший. Как известно, эта служба пресекает внутренние угрозы нацбезопасности, а значит бизнес Дерипаски воспринимается именно в качестве угрозы для американского государства. Что и неудивительно, ведь именно на этом основании олигарха, связанного с российским автократическим режимом, как раз и внесли в санкционный список в свое время. Для Кремля все это должно означать, что его наивные надежды на доброго дядюшку Джо оказались напрасными. По всей видимости, его команда всерьез реализует обещания Байдена приструнить российских агрессоров. Ну а бизнес Олега Дерипаски уже реагирует. Акции его компаний стремительно идут вниз в цене. Мы продолжим следить за этой историей. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. При желании поддерживайте нас через Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч!